Павел приходит на Ареопаг, поднимается он туда по ступеням, по которым поднимались и мы, недостойные. И вот на вершине Ареопага из камня были сделаны такие скамьи, на которых сидят старейшины города, философы, поэты, герои. Павел стоит перед ними, внизу и по склонам Ареопага собрался народ. Что-то Павел скажет. Начинает Павел свою проповедь, как он и обычно начинал, говоря с иными народами, по принципу с язычниками будь как язычник, для того, чтобы их привести к истине. Начинает он с похвалы афинам и афинянам. Говорит он о том, что вы, афиняне, очень набожные, как я вижу, и любите красоту. И вот, кстати, есть у вас жертвенник богу неведомому. Действительно, в Афинах среди прочего большого количества божеств стоял жертвенник богу неведомому. Есть такая легенда или предание о том, что когда-то в Афинах была страшная чума и приносили жертвы самым разным богам, но чума не прекращалась. Наконец, поставили жертвенник богу неведомому, принесли жертву, и чума прекратилась. То есть этот жертвенник стоял на случай, если какое-то божество мы не знаем, все-таки будем ему поклоняться тоже. Вот этому-то богу я и служу, говорит Павел. Этот бог, создатель наш, создатель этого мира, мы и род его, говорит он, цитируя, кстати, древнегреческого поэта одного. И вот все это было очень интересно, особенно стойкам. И, наконец, Павел говорит, что Господь повелевает сейчас всем народам покаяться, потому что назначен у него день, когда придет муж великий и сильный, Иисус Христос, и будет судить всех в воскресении мертвых. Вот этот момент вызвал бурю. Эпикурейцы стали смеяться, стойки, вероятно, сохранили нейтралитет, боясь тоже насмешивших со стороны других. И Павлу было сказано с присущей афинянам вежливостью и воспитанностью, об этом мы послушаем тебя как-нибудь в другой раз. Почему проповедь о воскресении была воспринята так? Если мы вспомним с вами в Древней Греции, в архаичной Греции, да, вот мифы мы с вами читаем. Ведь было понятие бессмертия, было понятие, что душа после смерти может переселиться в растение, или в цветок, или в животное, или даже оказаться на небе с богами, да, и даже стать богом могли отдельные люди, по воле богов, опять же. И, кстати, эти же мысли развивал великий, можно сказать, Илья Пророк, древний греков Платон, который приводил даже четыре доказательства бессмертия души. И самое замечательное, которое я больше всего люблю, это закон противоположности. Может быть, вы помните из школы, из университета, не знаю. Он говорил, мир существует на противоположностях. Если бы не было ночи, не было бы и дня. Как бы мы узнали, что это ночь или что это день, если бы не было противоположного? Если не было бы правды, не было бы и лжи. Правда же? Как ты определишь, что это ложь, если у тебя нет противоположного? Значит, говорил он, если есть смерть, есть и бессмертие. Потрясающая древняя философская диалектика, то есть искусство рассуждений и логического мышления, дошедшее у греческих философов до, наверное, максимальных для человечества вершин. И вот ко временам апостола Павла вот то, о чем говорил Платон, вот это понятие даже о воздаянии посмертному Платона есть, да, очень близко к христианству на самом деле, очень сильно изменилось. Дело в том, что Платон был учеником великого, наверное, величайшего из греческих философов Сократа, а вот ученик Платона Аристотель уже понимал по-другому. Дело в том, что Аристотель пытался решить проблему, которую поставил Платон, о дуализме, то есть двухсоставности человека. Человек состоит из тела и души. Тело и душа по Платону абсолютно противоположны друг другу, то есть тело принадлежит смерти, тлену, земле, а душа принадлежит миру божественному и невещественному. Соответственно, тело однозначно умирает и превращается в ничто, а душа продолжает жить. И вот, конечно, с таким внутри себя дуализмом, то есть раздвоенностью, жить человеку очень трудно и неудобно в этой жизни. Поэтому Аристотель, ученик Платона, пытаясь решить эту проблему, пришел к такому умозаключению, так, если кратко суммировать, что душа – это двигатель тела, она существует вместе, это часть тела, а не отдельная субстанция. Скажем так, и вместе с телом душа умирает тоже. Кстати, Аристотель очень любили Маркс и Гигель. Собственно, не случайно. И вот, начиная с Аристотеля и дальше, греческих философов занимает только одна единственная задача. Как в этой земной жизни дать человеку счастье? И вот тут апостол Павел со своим воскресением из мертвых. Притом, воскресение для суда, воскресение с телом. Как может быть такое, что тело воскреснет? О воскресении мертвых мы читаем с вами в Ветхом Завете у пророка Изякииля. Помните, ему было видение, как из могил восстают умершие, соединяются их кости, обрастают заново мышцами, тканями, кожей. И вот как вообще можно относиться к этому? Какие есть у нас с вами диалектические доказательства того, что действительно можно вообразить себе, нормальному, здоровому психически человеку, что я когда-то воскресну вместе с моим телом? Ну, вот Тертулиан, духовный писатель древнейший, предлагает нам такой образ. Он говорит, что зерно, падая в землю, колос, ведь полностью разлагается, превращается во что-то. И потом из него произрастает новый колос. И у каждого зерна будет и свой другой колос, не одинаковый, правда же? Или, например, такое доказательство более, скажем так, духовного порядка, потому что для него нужно признать, что все-таки нас создал Господь Бог. Друг, вспомним сотворение человека. Что первым состоит Господь? Плоть нашу. Господь создает из праха земного Адама и вдыхает в него душу живую. Значит, говорит Тертулиан, даже по праву первенства, неужели Господь не воскресит плоти вместе с душою? Второй момент, что плоть творения рук Божиих, неужели хоть одно творение Божие погибнет? Неужели Бог сотворил ошибку, что поместил нашу душу, как в ненавистную темницу, в это тело? Наконец, это тело взял на себя Господь Иисус Христос. Тертулиан так и говорит, плоть наша сестра Христа по плоти. Как же можно сестру Христа предать полному, значит, уничтожению? Если она слабая и грешная, Господь ее очистит и простит. Господь ее восстановит. Возникал вопрос у древних, а еще даже христиан, как же ведь, а кто-то съеден дикими зверьми, а у кого-то подземные воды, все его там микрочастички, его тело разнесут непонятно куда, как же все это может соединиться. Тело не находится же в земле в одной точке, да, с протяжением веков, тысячелетий, оно действительно распространяется. Неужели же Бог, создавший стихии, не знает, какая стихия приняла какую частицу, какую молекулу нашу, и неужели не может восстановить их заново? Но, опять же, да, а если мы не верим в то, что Бог создал человека? Вот в том-то все и дело, что главным аргументом проповеди апостола Павла, проповеди о воскресении, было воскресение Господа Иисуса Христа. Христос воскрес с телом, значит, и мы воскреснем. А если Христос не воскрес, тщетна и вера ваша. Вот тут-то и столкнулась греческая мудрость, высота диалектики с евангельской философией. А евангельская философия не человеческая, божественная. Она основана на вере в воскресение Христова. Ну, а о том, что такое вера и почему у одних она есть, у других нет, как обрести веру, наверное, мы поговорим с вами как-нибудь в другой раз. А пока покажем, наконец, если вы еще не уснули и не выключили это видео, что же мы увидели на Ариапаге. Итак, на Ариапаг мы поднимались теми самыми ступенями и обнаружили там, прежде всего, потрясающий совершенно вид на Афины. Необыкновенный простор, долина, тут же Акрополь, над тобой чуть-чуть правее. И, конечно, огромное количество туристов и очень скользкие камни. Туристы были заняты в основном тем, что они скользили и падали на этих камнях и фотографировали, снимали процесс на телефоны. Наши же дети, насладившись видом, послушав наши какие-то еще краткие комментарии, а представьте себе, а вот тут стоял апостол, а вот так сидели греческие философы, нашли этим камням очень хорошее, по-моему, применение. Ну, судите сами. И напоследок скажем, чем же все-таки закончилась проповедь апостола Павла. Не совсем бесплодным было его слово на Ариапаге. Подошел к нему некий Дионисий Ариапагит, один из старейшин города, его жена Дамарь и еще несколько человек. И попросили продолжить беседу с ними. Они-то и стали первыми христианами Афин. Вот поэтому и дорога к Ариапагу названа именем святого Дионисия Ариапагита. Ну, пока прощаюсь с вами, чтобы не утомить вас слишком рассказами и надеюсь на скорую встречу.